Это будет очень вкусно. Это вкусно. Класс. Это очень вкусно. Всем привет, это Михаил Веган. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я готовлю очень вкусную и даже иногда полезную пищу. Сегодня вместе с вами будем готовить чечевичное карри. Рецепт эксперимента. Это значит, что я никогда раньше его не готовил. Нашел его в интернете. Так случилось, что большая часть ингредиентов у меня уже была. Осталось докупить совсем немножко. И я сегодня вместе с вами попробую приготовить его и поделюсь своими впечатлениями, как он мне понравился или не понравился, что получилось или не получилось. Для того, чтобы его приготовить нам потребуется чечевица. Вы видите, у меня уже заранее замоченную, потому что мне не хочется очень долго ждать приготовления этого блюда. Также потребуются томаты в собственном соку. Здесь одна банка приблизительно 750-800 миллилитров. Я буду использовать также томаты черри. Мне потребуется довольно-таки большое обильное количество кинзы. Это около 50 грамм. Буду использовать корень имбиря. Из специй мне потребуются семена кориандра, чеснок 4 или 3 зубчика, в зависимости от размера, и кумин, он же зира. Чечевичный карри будет иметь легкий и нежный кокосовый аромат, поэтому будем использовать кокосовое молоко и растительное масло. По описанию рецепт готовится очень быстро. Просто поочередно выполним все необходимые пункты. Погнали! Для начала подготовлю специи. В ступке истолку семена кориандра, а затем и кумина. И в чеснокодавилке в моей раздавлю все 4 зубчика чеснока. На самой мелкой терке небольшую часть имбиря хорошенько натру. Томаты в собственном соку измельчу при помощи блендера до однородной консистенции. И теперь на разогретой сковороде с небольшим количеством масла сначала обжарю специи. Когда они выпустят весь свой аромат масла, добавлю чеснок и еще немного обжарю порядка 2-3 минут. Теперь можно добавлять перетертые блендеры томаты. Все это хорошенько перемешать и дать 3-4 минутки прогреться и обменяться всеми вкусами. Настало время добавить чечевицу. Просто высыпаем ее в эту разогретую сковородку, все хорошенько перемешиваем и добавляем одну-две чашки воды для того, чтобы чечевица смогла приготовиться, провариться, протушиться вместе уже со всеми этими ароматами и травами. Можно даже ненадолго накрыть крышкой и как только чечевица будет у вас практически готова, наливаем кокосовое молоко. Я буду использовать порядка 400 миллилитров кокосового молока домашнего производства. Как его сделать, очень легко и просто. Я оставлю ссылку в описании, пройдите, посмотрите, его может сделать каждый. Это, пожалуй, мое самое любимое вкусное молоко, которое я использую и готовлю для себя очень часто. Не каждый день, но очень часто я им пользуюсь. Итак, нам потребуется порядка 10-15 минут для того, чтобы полностью приготовить чечевицу. И это теперь выглядит очень круто, очень красиво, кремообразно и вызывает дикое желание попробовать съесть. На данном этапе добавим еще немного помидоров черри. Разделим их просто на две части. Помидорки черри очень хорошо впитывают все ароматы, все запахи, которые содержатся в готовом бульоне или блюде. И буквально через 5 минут, еще буквально 5 минут, они впитают все необходимые ароматы в себя и будут обладать ими. И когда вам попадет на зубок такая частичка помидорки черри, определенно вы получите практически всю гамму ароматов и вкусов в одном только небольшом помидор черри... 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 чечевичный карри у меня порядком загустел. Смотрите, какая красивая консистенция у него получилась. Он не сухой, конечно, здесь есть и жидкая часть, которая обладает вот самым, самым, что ни на есть вкусом карри. Очень приятный аромат. Я уже не нагреваю и сейчас добавляю сюда мелко порезанную кинзу. Все это перемешиваю и буду пробовать. Карри это такое блюдо специфическое. Я, если честно, никогда не пробовал, но слышал, что его очень часто подают с рисом. Рис потому что очень хорошо сбалансирует этот вкус. Здесь очень резкие и жгучие есть какие-то специи. Такие вот как имбирь и перец я добавлял. Если кому-то будет совсем прям уж горько как-то и может быть слишком жгучий, слишком такой... ну, в общем, этот не совсем привычный вкус у него. Он вкусный, но абсолютно непривычный. И рис поможет разбалансировать его. Ну, теперь смотрите, какая красота получается. Красный, с зеленью. Такое вот с добавлением кокосового молока выглядит очень нежно. Добавляю в рис, буду пробовать и расскажу вам, как это мне. Хочу быть честным, я никогда раньше не пробовал карри. И первый, который мне доведется попробовать, это то, что я изготовил сам. Мне не с чем сравнить, поэтому не могу сказать, как хорошо он получился. Просто могу сказать, все ли здесь вкусно и что вам понравилось, что ли нет. Поэтому попробую. Это вкусно. Это очень вкусно. Если бы мне предложили такое попробовать, вновь я бы обязательно согласился, потому что, да, любой другой карри я обязательно попробую, если он хотя бы немного будет соответствовать тому, что приготовил сейчас я, это будет очень вкусно. Очень яркий аромат сейчас кинзы, потому что она свежая была добавлена и в смеси с горячими ингредиентами очень сильно источает свой аромат. Я хочу попробовать маленькую помидорку черри. Класс! Это очень вкусно. Готово полностью чечевица, она очень мягкая, нежная. Я рад. Я действительно доволен, что у меня такое получилось. Спасибо вам! Еще одно новое блюдо в копилочку. Я надеюсь, что и вам тоже оно понравится. Попробуйте его приготовить. Напишите и поделитесь своими впечатлениями у меня в комментариях, здесь же, прямо под этим видео. Поделитесь им, конечно же, со своими друзьями. Подписывайтесь, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Спасибо вам огромное! До новых встреч, друзья! Пока! Пока. Пока. Пока-пока. А я поем. Карри. Обожаю этот карри. Карри. Черняш. Череш. Череш. Черри помидор. Субтитры сделал DimaTorzok